Здравствуйте! Сегодня готовим еще один вариант плова. Я его называю вариант 2, так как вариант 1 у меня, вы можете посмотреть на канале. Вариантов очень много, каждый готовит по-разному. Показываю вам свой вариант. Я уже нарезала, промыла хорошенько мясо и поставила вариться. Что делаем дальше? Мясо у нас варится, пенку мы сняли. Пока оно варится, я нарезала кубиками лук. Здесь где-то у меня 200 грамм лука. Одну морковь, где-то 100 грамм получилось. Почистила чеснок, промыла и замочила рис. Мясо у нас готово. Бульон вот я процедила, на всякий случай. Вот он у нас прозрачный, совсем видно даже в дно посуды. Не знаю, там видно или нет. Если хотите такой прозрачный бульон, то обязательно промывайте несколько раз мясо и оставляйте в холодной воде. Всё. Самое долгое в этом блюде это отварить мясо. Дальше проще простого. То есть, если у вас готово уже отварено заранее мясо, дальше просто. Кладём масло на сковородку. Я нарезала маленькими кусочками жир. У меня мясо не жирное, поэтому я добавляю жир. Сюда же добавлю лук. Обжарим лук до золотистого цвета. Сильно пережаривать не нужно. Положили лук. Сразу же можно морковь. Пускай вместе потушится. Итак, лук у нас стал прозрачным. Я весь процесс обжарки не снимаю, чтобы сильно длинное видео не делать. Показываю вам. Добавляем мясо. И ещё раз потушим чуть-чуть с мясом. Итак, потушили мясо с луком. У нас здесь лук уже приобрёл золотистый цвет. Начинает уже обжариваться. Добавляем рис. Слили воду с рисом, в котором он замачивался. И секунд 30 обжариваем всё вместе с рисом. Секунд 30, не больше. Вот так, слегка потушили с рисом. Следующая в очереди это бульон. Наливаем до тех пор, пока она полностью не покроет рис. Где-то на полсантиметра. Если не хватило бульона, можно добавить немножко кипячёной горячей воды. Всё. Соль я не добавляю, потому что я бульон солила. В конце буду ещё раз смотреть на соль. Закидываю сюда чеснок. Я его потом буду доставать, поэтому я его целиком закидываю. Два лавровых листа и наши специи. Тимьян, куркума, чёрно-молотый перец и красный острый перец. Если кто-то не любит острый, можете не добавлять. Всё, мешаем. Закрываем крышку. И оставляем до тех пор, пока у нас жидкость полностью не выпарится. Итак, лавровый у нас готов. Жидкость у нас вся уже выпарилась. Рис готов. Но есть разные сорта риса. Если у вас рис не успел доготовиться, вода вся выпарилась, добавьте чуточку воды ещё и оставьте до готовности риса. И так, посыпаем свежей кинзой. Лавровый у нас готов. Всем приятного аппетита. Надеюсь, вам понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok